Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу, дорогие мои весы, вам астрологический прогноз на апрель месяц 2018 года. Возьмите блокнотики, ручки и записывайте важные даты. Итак, весь месяц у вас, дорогие мои весы, будет проигрываться тема недвижимости, отношения с родителями. Весь месяц это будет вас касается. Смотрите, что происходит. 4 и 5 апреля у нас идет ретроградный Меркурий. Он делает квадрат к Марсу в вашем 7 и 4 доме. Здесь может проигрываться конфликтная ситуация между супругом вашим или супругой и вашими, может быть, родителями. Какие-то будут разноклассия по поводу вашего жилья. Вот 4 и 5 апреля у всех знаков зодиака день очень напряженный. С 7 по 11 апреля Венера делает тринг к Марсу и Сатурну. У вас, посмотрите, это проигрывается, может трудиться над чем-то важным вам нужно будет. Очень вы будете уставать. Возможно, здесь вы будете делать ремонт дома. Возможно, перестановка мебели. Менять интерьер. Но это благоприятный период для личных отношений. 12 апреля у нас с вами Венера благоприятный делает аспект к Нептуну в вашем 6 и 8 доме. Здесь могут быть проколы на рабочем месте. Не проходите диагностику организма. Вероятно, поставят неправильный диагноз. 14 апреля желание купить что-то в дом у вас будет большое. Здесь у нас, смотрите, что Юпитер делает секстиль в Плутону в вашем 4 доме. Поэтому тема дома будет вас сильно касаться. Будьте внимательны. Сохраняйте чеки о покупке. Потому что большая вероятность, что будет какой-то брак. 15 апреля, смотрите, здесь Меркурий идет уже в прямом положении. В вашем 4 градусе Овна получается. В 7 вашем доме это благоприятное время общения с коллегами, с супругом. Дела начнут двигаться вперед. Это очень хорошее время. 16 апреля Новолуния в Овне. В вашем 7 доме. Здесь можно будет начать новый проект. Также рекламная компания хорошо будет работать. Здесь расширяются какие-то связи. Коллектив расширяется. Возможно, будет новая работа вашего партнера. Новые перспективы, опять-таки, вашего партнера. Потому что 7 дом это дом партнерства. 17 апреля у нас с вами будет проигрываться ситуация во втором вашем доме. И четвертом также. Это значит, вы недополучите какое-то что-то в финансовом плане. То есть вы будете считать, что вы что-то недополучили, какие-то финансы. Но вас очень сильно будет поддерживать ваша семья в этот момент. И вы поймете, что все финансы это мелочи жизни, а семья все-таки дороже всего на свете. 18 апреля, смотрите, Сатурн ретроградный в вашем четвертом доме. По 20 апреля будет в седьмом доме. А после 20 солнце в Овне, в вашем восьмой дом переходит. Это в знаке зодиака Телец. Вы будете склонны рисковать, двигаться вперед, преодолевая все преграды. До 24 апреля Венера в знаке у вас получается Телец. Это ваш девятый дом. Здесь уже будет предложение куда-то съездить, чему-то обучаться, новые знакомства. По 24 апреля Венера в знаке Телец, как я сказала. А после 24 апреля Венера переходит в знак Близнецы, ваш девятый дом. Здесь у вас появится желание обучаться, поехать в путешествия. Вы можете в этот день составить маршрут, план, куда вы поедете, куда вы хотите попутешествовать. 30 апреля у нас полнолуние в Скорпионе, в вашем втором доме. Здесь вы будете склонны к преувеличению финансовых планов. Вы можете драматизировать какие-то поступления личных финансов. Вам удастся насобирать деньги все-таки в этот день на покупку, которую вы мечтали очень давно. И самый главный вам совет этого дня – это прекратите тратиться на что-то по мелочи, прекратите транжирить деньги. Изменится статья, у вас доходы и расходы. Вы пересмотрите эту статью, свою жизненную позицию. Вот такой вот был астрологический прогноз на 2018 год, на апрель месяц. И, конечно же, мы сейчас с вами спросим карты ангелов, что они советуют вам на этот период. Мы положим три камешка с вами, и у нас будет два варианта загадывания желаний. Итак, первый вариант. Вы загадываете на один из камешков на весь апрель месяц 2018 года. Или же второй вариант. Вы загадываете на все три камешка только по 10 дней. Допустим, первые 10 дней апреля, вторые 10 дней, третьи 10 дней. Вы можете загадать по-разному. Это может быть первые 10 дней, вторые 10 дней, третьи 10 дней апреля. Загадайте, как вам захочется. И сейчас мы с вами приступим. Мы спросим карты ангелов, что же они вам рекомендуют на этот месяц. Итак, первый камешек, второй камешек, третий камешек. Итак, кто загадал на первый камень-сердолик? Может быть, вы загадали на целый месяц апрель 2018 года. Может быть, вы загадали на какой-то определенный период апреля. Это карта очищения. Посмотрите, какая прекрасная карта. И я прочитаю вам содержание очищения. С великой любовью и уважением мы просим вас очистить от вредоносных шлаков и ядов свое драгоценное и хрупкое тело. Если на то будет ваше желание, мы поможем вам освободить более жизнеутверждающие методы снятия стресса и избавиться от всех привычек, которые вас губят. Предоставьте нам все свои заботы и тревоги. Почувствуйте живительную энергию, наполняющую ваше очистившее тело. Итак, эта карта говорит, чтобы вы бросили пить, курить и еще какие-то дурные привычки. И ангелы поддержат вас в этом вопросе. Итак, все те, кто загадал на второй камешек, это может быть на весь период апреля 2018 года. Возможно, вы загадали на определенный период, на 10 дней. Итак, смотрим. Это энергетическая терапия. Посмотрите на эту карту и я прочитаю вам совет. Жизнь поддается энергетическому воздействию, потому что энергия – это сама и сущность. Человеческий организм представляет собой замечательное энергетическое поле, позитивно реагирующее на любые проявления любви. Ваши руки и сердце терпеть могут, теперь могут дарить целительную энергию своим любимым и клиентам. То есть, посмотрите, в этот период вы ощутите силу своих рук и вы сможете помочь своим родным. Как в излечении, допустим, у кого-то у ребенка голова заболела, вы сможете снять головную боль. Да даже если вы сможете просто утешить добрым словом кого-то из родных, это тоже карта совет вам. И карта следующая, кто загадал последний камешек зелененький у нас, хризапрас, либо на апрель месяц, на весь период, либо на 10 дней, на которые вы загадали. Эта карта, слушайте, посмотрите. Я прочитаю вам сейчас ее содержание. Успокойте свой разум. Поверьте, мы обо всем позаботились. Будьте безмятежны и восприимчивы. Не беспокойтесь о том, как именно материализуются ваши желания. В таком спокойном и умиротворенном состоянии вы сможете лучше нас слышать. И мы просим вас, слушайте. То есть, прислушивайтесь в этот период к вашему сердцу, к вашей интуиции. Вещи и сны запоминайте. Это очень благоприятный период. Я надеюсь, вам понравился сегодня астрологический прогноз на апрель месяц 2018 года. Карты ангелов, какие дали вам подсказки. И я от всего сердца желаю вам добра и счастья. И всего самого наилучшего в мире.